И в завершение выпуска наш сюжет. Традиционно в пятницу мы рассказываем об интересных людях и событиях региона. Герой сегодняшнего сюжета – житель нашего города, ветеран труда и, можно сказать, наш коллега. По профессии инженер-энергетик он еще и видеооператор-любитель. В его личном архиве кадры из разных стран, в том числе и из Монголии, где он работал по специальности. Мы побывали у Кайнулы Кашгалиева в гостях, а затем пригласили его к себе, где наш герой смог соприкоснуться со своей мечтой. Большое счастье встречать людей, по-настоящему любящих жизнь. От них исходит какая-то особенная энергия, с которой хочется соприкасаться. Кайнула Кашгалиев именно такой человек. Увлечение съемкой началось в раннем детстве. Во время учебы в школе села Жилпоктал Касталовского района за отличную работу в летний период ему был вручен фотоаппарат «Смена». Тогда он и предположить не мог, что это перерастет в увлечении всей его жизни. Снимал природу, пейзажи, своих одноклассников и семью. С этого момента и до сегодняшнего дня Кайнула Кашгалиевич не выпускает больше камеру из рук. Для меня до того интересно было. Я днем снимаю, утром фотографии приношу. А тогда глинцователя не было. Соду разводишь и в ванной его полоскаешь. Потом наклеишь стекло, ставишь тепло вместе. Утром все фотографии уже глинцованные, блестящие приносил. Я что бы ни делал, я всегда душой. Если что-то мне нравится, я всегда душой занимаюсь, сердцем. Физика не просто увлекала. Она позволяла лучше разбираться не только в тонкостях техники, но и самого мироздания. Ничего в жизни не происходит просто так. У каждого события свой смысл, который и создает жизненный путь. Все серьезные профессиональные достижения Кайнула Кашгалиевича, а их немало, произошли благодаря его знаниям, которым он всегда стремился. В их числе и рационализаторское предложение, которое было направлено на выставку ВДНХ и удостоено специальной награды. Вообще-то я радиолюбитель. Начиналось у меня с этого. Уже где-то в девятом классе я кружок организовал. И я их учил радиодело. Физико-билет никогда не выходило. Я физику вообще люблю. Электроника для меня душа. Я вообще увлекаюсь. Поэтому мне все нравится, поэтому я и занимаюсь. Мне очень нравится. Разумеется, и будущая профессия выбиралась по душе. Поступая в московский ВОЗ, он на высокий балл издал все экзамены, но конкурс был настолько высок, что мест хватило не всем. Учеба была продолжена в Саратове. Здесь были и заводы с большой практикой, и возможность развиваться. А главное были большие фотостудии, где наш герой проводил все свое свободное время. В период учебы в Саратове появилась и первая видеокамера. Сегодня в его коллекции есть фото и видеокамеры разных временных периодов. Но главное, благодаря им собран огромный семейный архив. В нем есть ленты, отснятые в России, Монголии, Казахстане. Его увлечение всегда поддерживала супруга Куляшля Ахметовна, с которой они воспитали двоих сыновей Тимура и Дамира. Младший из них прекрасно рисует и является личным видеографом отца. Все свои достижения, все, что он мог в этой жизни достичь, это своим упорством. Вот если он захотел, он делает. В жизни он очень честный, характер у него прямота. Как специалисты его уважали. Он столько лет там проработал, хотел уходить. И вот только он ушел на пенсию с этого комбината 10 ноября 2020 года. Он только где-то 20 дней дома. И то рано встает, как будто на работу. Он привык уже к этому режиму. Но слава Богу, сейчас у нас маленький внук, есть с кем заниматься. Вот на эту небольшую камеру было отснято много памятных и интересных для семьи событий. Но Кайнула Кашгалевич, будучи преданным своему делу, отработал 42 года главным энергетиком на Жилаевском комбинате. В то же время мы понимали, что из него мог бы получиться отличный телевизионный оператор или даже документалист. Поэтому мы пригласили его к себе на студию, чтобы он мог прикоснуться к своей мечте. По всему было видно, что человек находится в абсолютно родной для него стихии. Старые видеокамеры, их современные версии, монтажные режиссерские пульты. Наш герой просто светился счастьем. Мы устроили встречу и с его, можно сказать, коллегой Сериком Дияровым, который отдал операторскому делу на телевидении всю свою жизнь. И им было о чем поговорить. Музею телеканала Акжаик Кайнула Кашгалевич передал одну из своих камер. И, конечно, он не смог пройти мимо большой студийной камеры, примерив на себя роль телевизионного оператора. И еще раз этот вопрос. Если бы была возможность снова выбрать профессию, какое бы было принято решение? Нет, все-таки я был бы оператором, потому что оператор – это очень, как тебе сказать, во-первых, с людьми работаешь, на природе бываешь. И у меня перспективы для съемки больше было бы, общения больше было бы. И для своего развития было бы совсем по-другому. Оператор – это чудо просто. Это живая работа. Красота в глазах смотрящего. В объективе Кайнулы Кашгалевича всегда любовь к жизни. Может быть, это и есть рецепт простого человеческого счастья.